я не люблю когда наполовину или когда прервали разговор я не люблю когда стреляют спину я также против выстрелов в упор всем привет дорогие друзья сегодня мы поговорим о владимире высоцком расскажем необычные факты из его биографии конечно и узнаем чему каждый из нас может у него научиться друзья мы начинаем цикл видеороликов о великих русских людях так что не забудьте поставить колокольчик и подписаться на наш канал а мы продолжаем его хриплый голос под акустическую гитару глубоко врезается в память и в души людей гениальный поэт певец артист театра и кино поистине человек легенды один из самых любимых народов деятелей культуры 20 века родился 25 января 1938 года в московском родильном доме номер 8 расположенном на 3 мещанской улице у высоцкого с детства был низкий густой голос был один очень неприятный случай когда преподавательница начальных классов на занятии потребовала исполнить песню мальчик не успел даже спеть до конца как его выгнали и поставили плохую оценку а причина была что учительница подумала что ребенок якобы решил над ней поиздеваться ну такое тоже бывает чему можно научиться у высоцкого принимать свои данные с рождения особенности я бы даже сказал так принимать свои данные с рождения особенности и превращать их свою изюминку цитата от владимир семёнович пишу я очень давно с 8 лет я писал всякие вирши детские стихи про салют а потом когда стал немножко постарше писал всевозможные пародии над высоцким долгое время смеялись ему заявляли что ну с таким голосом о карьере певца и думать то не стоит плюс у него был неправильный прикус плохая дикция но он регулярно участвовал в различных прослушиваниях и вот однажды придя на слушание в театр один учитель задал ему вопрос что умеешь песни писать слушай я тороплюсь но полчаса уделить могу в итоге полчаса растянулись на два с половиной чему можно научиться высоцкого даже если окружающие не верят вас даже посмеиваются нужно просто продолжать упорно следовать своей мечте цитата у меня в семье не было никого из актеров и режиссеров короче говоря никого из людей искусства но моя мама очень любила театр из самых самых малых лет каждую субботу лет до 13 и 14 водила меня в театр и это наверное осталось и видно в душе каждого человека остается маленький уголок от детства который открывается навстречу искусству певец отличался удивительной работоспособностью за свою жизнь он написал более 800 стихов множество песен кинокартинам прозу сценарии радиоспектакли много играл в театре еще больше давал концертов иногда по пять-шесть в день чему можно у него научиться гениальность это хорошо но только в сочетании с огромной любовью к труду она даст свои плоды про обожание народа его очень любил советский народ яркий случай выходит певец из самолета а его встречает толпа протягивают фотографии и прочее для автографа кто-то тянет партийный билет высоцкий спрашивает зачем вас же выгонят из партии на что тот немного подумав отвечает быть черт с ним распишитесь как-то раз гостиничный номер в сочи который снимал высоцкий обокрали воры но немного погодя все вещи вернули на место вместе с запиской простил владимир семенович мы не знали чьи это вещи джинсы к сожалению мы уже продали но куртку и документы возвращаем в целости и сохранности такие даже были истории великий поэт умер во время олимпийских игр в москве власти всячески старались скрыть этот факт от людей и лишь газеты вечерняя москва и советской россии выпустили маленькие некрологи да было вывешено объявление над окошком кассы театра на таганке умер актер владимир высоцкий уже после того как о его смерти стало всем известно в день похорон проститься с артистом пришли около 40 тысяч человек памятник владимиру высоцкому установлен 29 ноября 2003 года на площади носящий его имя в городе набережная челна памятник представляет собой комплекс состоящий из нескольких элементов разбитого колокола расколотой гитары и струн спадающих на красную звезду не покладая рук стремиться к своей мечте превращать свои недостатки в достоинство и конечно же всегда быть собой несмотря ни на что вот чему нас научил этот великий человек